Эта лекция будет посвящена в основном подвижности клеток. Понятно, что это одно из свойств, которые в наших глазах делают клетки живыми. Таких свойств, конечно, у них много. Есть способность размножаться, и то, как они питаются, получают энергию, обмениваются ей окружающей средой, и то, как они чувствуют всякие воздействия извне, и таким способом позволяют чувствовать их нам. И если бы про все эти свойства клеток мы говорили подробно, то, наверное, ни на что другое на нашем лектории просто не хватило бы времени. Но в этом году я решил побольше рассказать все-таки про организм человека в целом, поэтому мы будем говорить не про все эти свойства клеток, а только про некоторые. Но поскольку и человека, так сказать, мы расцениваем и других организмов, как живые существа, в частности, потому что они двигаются, понятно, что то, что двигается, это уж точно живое в наших глазах, но не считаем всяких автомобилей. То вот про эти свойства я все-таки решил рассказать. Такую лекцию прочесть. Ну и сначала тоже, так сказать, немножко сравнивая взглядки с организмами, я расскажу про те скелеты, которые у нас ассоциируются со скелетом организмов, а потом мы перейдем уже к сути дела. Вот, если у вас была уже в школе зоология, а у некоторых из вас она точно была, то вам, наверное, рассказывали про то, что у разных животных бывают наружные и бывают внутренние скелеты. Например, наружные скелеты характерны для не местоногих, для каких-нибудь раков, храбов, насекомых. Их тело покрыто панцирем, состоящим из скетина. Кроме того, наружные скелеты есть у большинства моллюсков. Это их раковина. Ну а внутренние, а какую? Здесь показан головоногий моллюск с раковиной на утилос. Ну а у некоторых животных скелеты бывают внутренние. Лучше всего нам, конечно, знаком наш собственный внутренний скелет и внутренний скелет других позвоночных, которые можно увидеть с помощью рентгеновских лучей, например. Я вам делаю рентген, чтобы проверить, где-то у вас переломы, к примеру. Ну а из других организмов внутренний скелет характерен, скажем, для иглокожих морских звезд, морских лежей. Афиур, вот здесь показаны афиуры, это такие глокожие, похожие на морских звезд, да? У них тоже скелет закладывается внутри тела. Ну и в том и в другом случае, скелет этот выполняет многочисленные разные функции. Одна из самых очевидных – это защита. Действительно, наружный скелет защищает моллюсков и чменистоногих от некоторых птичников. Не все могут покусить раковину или толстый панцирь краба от всяких неблагоприятных воздействий, от каких-нибудь химических веществ. Если это називный организм, то часто от нестыхание. Кроме того, к нему изнутри крепятся мышцы. Может служить местом, где запасаются какие-нибудь полезные вещества. Например, кальций, который нужен не только для построения скелетов, но и для работы всех клеток организма. Ну и делать всякие другие полезные вещи. Ну и почти все те же самые функции выполняет и наш внутренний скелет. Мы можем защищать какие-нибудь органы. Ну, конечно, не организм, а от высыхания. Например, череп защищает головной мозг. Тоже может и служит местом прикрепления мышц. В нем тоже запасаются важные вещества – соли, кальция. И, что может быть наиболее важно, служит местом прикрепления мышц. И вместе с мышцами образует опорно-двигательную систему организма. Позволяет нам совершать разные, разнообразные движения. Ну, кроме того, немаловажно, наверное, что и внутренний, и наружный скелет, об этом я просто забыл сказать, обеспечивают более или менее постоянную форму тела организма. А для подвижных организмов, для подвижных животных, иметь определенную форму тела очень важно. Это тоже необходимо для того, чтобы двигаться, особенно если движение быстро. Ну вот, видите, сколько всяких функций выполняет скелет у организма. Ну, а как дело обстоит у клеток? Сейчас вот к этому перейдем. Еще до клеток про организмы скажу. К сожалению, не удалось найти, правда, хорошую картинку. На самом деле, наружный внутренний скелет – это не взаимоисключающие признаки. Ну, вот, у животных с внутренним скелетом, конечно, бывает и наружный. Это всем хорошо известно. Приведите пример какого-нибудь животного, у которого есть внутренний скелет, но в то же самое время наружный. Черепаха. Черепаха. Отличный пример. Да, выстраиваем. Явно покрыта твердым наружным скелетом, хотя и не сплошняком. Еще пример? Краб. Нет, про внутренний скелет краба я не уверен, что вы что-нибудь не знаете. Я сейчас про это скажу два слова, да? У нее внутреннего скелета как раз нет, я вас уверяю. Вот хороший пример черепаха. Да, там, внутренний и наружный скелет. Человек, страдая в некоторых ситуациях от отсутствия наружного скелета, использовал разные искусственные наружные скелеты. Когда-то это берские доспехи, а сейчас это вот такие вот сложные с анкигерметическим управлением так называемые экзоскелеты, которые, например, помогают стоять и ходить людям, у которых там есть тяжелые травмы, которые иначе ходить бы не могли. Или, например, помогают в некоторых случаях держать очень большой груз. Вот сейчас разработанный за скелет, который позволяет человеку даже средних физических способностей, например, держать груз сто килограмм, там вот, на сомниках руках. Так что они могут помогать друг другу. Что касается крабов и насекомых, то, я думаю, что мы угадали, хотя и не знали этого, мало известно, что у насекомых и крупных, ракообразных, кроме наружного скелета, есть на самом деле и внутренний. Вот, например, у насекомых он особенно хорошо развит в голове. В голове крепятся челюсти, она должна быть очень прочной, не должна даже чуть-чуть менять свою форму. И хотя она покрыта толстым панцирем, для того, чтобы придать ей и наполнить свою прочность, внутри, в голове у насекомых, есть еще и внутренний скелет. Он тоже состоит из хитина. Если аккуратно препарировать какого-нибудь краба или омара, то оказывается, что внутри у него есть довольно многочисленные переходочки из разных тканей, которые выполняют роль внутреннего скелета, и к которым крепятся мышцы, как к нашим костям. Так что у животных наружный и внутренний скелет часто присутствуют вместе. Ну а как обстоит с этим делом клеток? Оказывается, что у клеток тоже часто есть наружный скелет. Наиболее характерен наружный скелет для бактериальных клеток, для бактерий. Называется этот наружный скелет клеточная стенка, и у разных бактерий клеточная стенка устроена по-разному. Две основные группы бактерий, которые отличаются по этому признаку, называются граммоположительные и граммоотрицательные, потому что они по-разному красятся некоторой краской, которую придумал грамм. Граммоположительные бактерии красятся хорошо, а граммоотрицательные плохо или не красятся совсем. Связано это как раз с различиями в строении клеточной стенки. У грамм положительных бактерий есть нормальная наружная мембрана поверх цитоплазмы, о которой я рассказывал на одной из лекций. А поверх этой наружной клеточной стенки, над этой мембраной, имеется толстая клеточная стенка из особого вещества, гурина. Это вещество представляет собой длинные цепочки полимера, которые соединены между собой более короткими цепочками другого полимера. И в некотором смысле вся клеточная стенка бактерий – это такая огромная решетка, авоська, которая окружает всю эту клетку, можно считать ее одной гигантской молекулой. Такие молекулы встречаются не так уж редко в природе. Ну а у грамм отрицательных бактерий ситуация совсем необычная. У них есть мембрана, которая надевает клетку, под ней находится цитоплазма. Дальше тоненькая клеточная стенка из такого же вещества, гурина. А поверх этой клеточной стенки еще одна мембрана внешняя. У этих бактерий имеются две мембраны, а между ними небольшое пространство, где находятся тонкая клеточная стенка. Но почему это так? Как возникли эти признаки в ходе эволюции, так они вообще эволюционировали, не очень понятно. Вроде бы сейчас предполагается, что вот такое вот строение, как ни странно, на первый взгляд, более сложное, было характерно для наиболее древних бактерий. Потом у некоторых из них вот эта вот наружная мембрана исчезла, и вот от тех, у кого она исчезла, произошли все остальные организмы. И грамм положительные бактерии, и все эукариоты. Ну, может быть так, а может, как-то иначе, точно это неизвестно. Ну, а у наших клеток вообще нет клеточной стенки. А если она и есть его эукариот, то она состоит совсем из других веществ. Поэтому понятно, что раз клеточной стенки у наших клеток нет, то это хорошая мишень, на которую можно подействовать, если каких-либо бактерий надо убить. Например, болезнетворные. Ну, и вот я пытался найти какие-нибудь картинки не очень грустные, не очень веселые по поводу разрушения клеточной стенки, но оказалось, что есть только либо уж совсем грустные, либо уж совсем веселые. Ну, сейчас я расскажу, что им все равно не там, не там, ничего не понятно. Ничего не понятно при этом. Сейчас я расскажу про эти картинки, чтобы было понятно, что на них изображено. Значит, так уж сложилось исторически, случайно, конечно, что первый открытый антибиотик, кенициллин, это был как раз антибиотик, который действовал на клеточную стенку, в первую очередь грамм положительной бактерии. Открыл кенициллин врач по образованию, по крайней мере, хотя всю жизнь он занимался наукой и медициной в чистом виде, Александр Племинг. Эту фамилию и это имя должен знать каждый культурный человек. Произошло это открытие, как описывают случайно, как многие открытия. Ну, то есть, как случайно, Племинг выращивал микробов в чашках петли, такие хвосткие чашки с питательной средой, похожей на желатин. Вот, и там растут бактерии. Ну, и в его лаборатории какой-то нерадивый лаборант плохо прикрыл эти чашки, а если их плохо закрыть, туда попадает плесень. А выращивал он в лизнефорных микробов, стопилопоков, которые вызывали тогда часто смертельные инфекции. Ну, вот, все чашки пропали, у них выросла плесень, и Племинг понес выбрасывать их на помойку. Но до помойки он не дошел, ну, как гласит легенда, по крайней мере. Потому что он обратил внимание на то, что вокруг тех мест, где выросла плесень, все золотистые стопилопококи подохли. И вокруг этих мест осталось свободное от них пространство. Тогда он понял, что, вероятно, они выделяют какое-то вещество, убивающее микробов. Надо сказать, что до него это замечали и другие. Он был не первым, кто обратил на это внимание. Но он заинтересовался этим явлением, стал его изучать, пропагандировать. Потом рассказал про это биохимикам. Биохимики после очень долгих и сложных опытов и исследований, наконец, выделили это вещество в чистом виде. Вот, наблюдение своего Племинг сделал в 1928 году. Первые опытные образцы пенициллина были получены только спустя 12 лет, в 1940. Но зато, когда сделать это, наконец, удалось, довольно быстро было налажено производство пенициллина в промышленных масштабах. Получали его тогда из тех же плесневых грибков, из пеницилов. И сейчас получают, в общем-то, только потом модифицируют немножко. Вот, и уже в середине, ко второй половине Второй мировой войны, больных лечили пенициллином. А эффект его был тогда совершенно чудодейственным. Все бактерии были к нему чувствительны, ни у каких пищеводородов есть устойчивость. И больные, которые в прежние времена были точно обрешены на смерть, вдруг на глазах изумленных врачей выздоравливали буквально от нескольких доз пенициллина. Ну вот, в 1945 году Хемминг и его соавторы, биохимики, которые выделили пенициллин, получили заслуженную Нобелевскую премию. А когда Хемминг умер, то почти во всех странах мира были приспущены государственные флаги. А в некоторых странах, в Великобритании, где его похоронили, в Греции, где он некоторое время жил, был объявлен всеобщий травм в память о нем. Так что это был человек всемирно известный. И как же действует пенициллин? Он блокирует работу белка-фермента, который сшивает между собой новые молекулы молеина. То есть, иначе говоря, он не дает бактериям строить новую клеточную стенку. А когда бактериям надо строить новую клеточную стенку? Когда? Нет, не когда она разрушится, потому что она не разрушается. Подумайте, когда? А? Когда не собираются делиться. Тогда они размножаются. Значит, если бактерия вдруг вздумает делиться в присутствии пенициллина, то поделиться-то она сможет. А вот новую клеточную стенку, вот видите, это она делится. И вот новую клеточную стенку пенициллин не даст ей построить. И поэтому две новообразовавшиеся бактерии, или одна, как здесь вот показано, окажутся без клеточной стенки, или каждая наполовину без клеточной стенки. Но ничем хорошим для бактерии это не кончится. В бактерии очень много растворенных веществ, и меньше воды, чем в окружающей среде. Поэтому вода будет поступать внутрь этой бактерии, и эта бактерия лопнет, развалится на части. Отсюда сразу, в частности, ввесна одна из главных функций клеточной стенки. Она позволяет клеткам бактерий и, кстати говоря, клеткам растений не лопаться в разбавленном растворе. Если клетка окружена клеточной стенкой, то когда вода проникает внутрь, она надувается, как, например, камера у мяча, да? Но над камерой есть надежная покрышка, клеточная стенка, и в этом случае камера, конечно, не лопнет, а будет просто изнутри давить на покрышку, клетка будет сохранять при этом постоянную форму. Понятно? У многих других антибиотиков другой механизм есть. Да. А почему тогда акцентские лопнуты? У них же обычно нет, что как это не лопаются? Да, это животных не лопаются либо потому, что они выводят воду с помощью какого-то сократительного поля, как в инфузоре или аллёбе, либо потому, что лишнюю воду или лишние соли выводят органы выделения, например, почки. И у человека в крови концентрация солей такая же примерно, как внутри клеток. Поэтому наши клетки не лопнутся. Меня же это немножко обсуждается. Ну вот, клеточные стенки есть не только у бактерий, но и у растений, у грибов, только состоят они из других материалов. Мурина там никогда нет. Ну а в чём-то эти материалы похожи. Вот, например, клеточная стенка растений состоит из целлюлёзы. Это тоже такие длинные тяжи из многих молекул полимера. Промежутки между ними заполнены разнообразными другими молекулами, а все вместе это выглядит, как такая железобетонная конструкция, где гриболезы выполняют роль железа, а наполнители вокруг роль бетона. Такая клеточная стенка очень прочная, малорастяжимая, упругая, и это позволяет клеткам растения и органам сохранять определённую форму. Ну и если такая клеточная стенка состоит только из целлюлёзы, то вода и кислород свободно через неё проходят. Вот эти вещества в промежутках довольно рыхлые, сама целлюлёза хорошо смачивается с водой, и клетка может оставаться живой. Если же она пропитывается какими-то дополнительными веществами, как говорят, адрея снивает или опробкумевает, то клетка внутри, как обычно, погибает, остаётся одна клеточная стенка, и очень многие ткани растений состоят из таких лёртвых клеток, например, пельмесины. Если же клетки внутри этих клеточных стенок живые, то, как правило, к тому же, клеточные стенки не сплошные. В них сохраняются тонкие отверстия, плазмопресные. И через эти отверстия две соседние клетки могут обмениваться питательными веществами и разными сигналами. В этом месте мембрана одной клетки прямо переходит к мембрану другой. Вот здесь между ними имеются две склеенные клеточные стенки, а вот здесь проходит тоненький канал, ещё иногда с особой трубочкой из мембраны, довольно сложно устроенный, через который эти клетки обмениваются веществами. Поэтому большинство живых тканей растений представляют собой, как говорят, вот такой вот синцитий. Цитоплазма разных клеток непрерывно переходит друг в друга. А так, как клетки следуют в мембрану? С помощью веществ, которые проходят через эти кузмодезы. А то есть деферменты, а скорее гормоны, только растительные. По подвижных клеток, простейших или неподвижных, как подлеточных, водорослей, тоже часто бывают наружные скелеты. Причём они часто представляют собой вот такой вот верх клеточной архитектуры. Какие-то красивые ажурные конструкции. Вот это вот пресноводная амёба, эмглифа. У неё тут торчат живые такие тоненькие ложноножки. Её панцирь состоит из пластинок кремнезёма. Вот это вот, как видите, крупная клетка, полмиллиметра. А бывают ещё более крупные, даже вот такие. Морские корненожки-хорминиферы. И любых хорминифер через поры и отверстия в скелете торчат длинные, тонкие, вырастут сипоплазмоложноножки. А их наружный скелет состоит из извести. И многие известняковые породы, например, горы Крыма, образуются в основном из скелетов вот таких вот древних арменифер. Ну а вот это вот разнообразные диатомовые водоросли. Самая важная, многочисленная группа водорослей в Норовом океане. Их домики тоже состоят из пельнезёма. Похожи на кристальные, их я уже как-то показывал. А иногда у клеток образуется не только наружный, но и внутренний скелет. Но наиболее причудливые вот такие вот замечательные внутренние скелеты, характерные для тоже морских порненожек, радиолярий. Но подробно про них рассказывать я не буду. На то, как они образуются и с чем их едят. Тем более, как они образуются, никто и не знает. Как клетка внутри себя ухитряется построить вот такой вот скелет. И у каждого вида радиолярия строго определенной формы науке неизвестна. Это ещё предстоит выяснить бывающим поколениям учёных, которые так активно сейчас якобы занимаются нанотехнологией. Но в клетке нанотехнологии давно уже освоены. Но независимо от того, как выяснилось в последнее время, есть ли у клеток наружный скелет, или он отсутствует, как у наших клеток, у наших клеток наружного скелета нет. У всех клеток обязательно есть внутренний скелет, хотя бы зачаточный. Зачаточный этот внутренний скелет есть даже у бактерий, хотя ещё недавно считалось, что у бактерий он отсутствует. И этот внутренний скелет называется цитоскелетом. Слово цито, клетка. Так вот, цитос означает, правда, не клетка, а ваза по-гречески, да и ваза. Цитоскелет. Скелет, то есть кризьер. Так вот, оказалось, что цитоскелет, состоящий из особых белков, есть даже у бактерий. И даже у самых простеньких, в этом смысле, бактерий, которые имеют форму шарика, например, у тех же стафилококов. У них этот скелет состоит всего из одного белка, образуется он во время деления клетки, и то место, где он образуется, становится плоскостью деления, чтобы клетка знала, где, в каком месте, и поделиться. Вот для этого он нужен. А другие бактерии, например, наша кишечная палочка, которая живёт у кишечники, есть форму палочки. Для того, чтобы эта палочка росла, сохраняя определённую толщину, к цитоскелету добавляется второй белок. Из него собирается вот такая вот спиралька, и по мере удлинения клетки, спиралька эта тоже удлиняется, а диаметр её остаётся постоянным. Поэтому у клетки легко расти, сохраняя определённую форму палочки. А когда она делится, посередине опять-таки образуется вот такое кольцо из белка, которое определяет место, где пройдёт плоскость деления. Если клетка приобретает какую-то более сложную форму, например, изогнутую, то требуются ещё дополнительные белки, которые обеспечивают как раз вот это вот её изгибание. Нет. Таким образом, даже у бактерий есть определённые белки, из которых состоит их внутренний скелет. Но в основном сегодня я хочу рассказать про внутренний скелет наших, пеокариотических клеток. В первую очередь, клеток животных. А у всех аукариот обязательно есть внутренний скелет у клеток. И он выполняет не только роль костей, но и роль мышц. Я рекомендую вам найти эту статью. Она есть в интернете. Причём опубликована она была в нескольких частях, в нескольких номерах Сороцкого образовательного журнала. А все его статьи выложены в открытый доступ. Там вы сможете прочитать про цитоскелет и аукариот и узнать о нём много интересного. Но я кое-что про это расскажу. Оказывается, мало того, что у всех клеток есть внутренний скелет, он ещё имеется почти у каждой, по крайней мере, клетки нашей, клетки человека, в трёх экземплярах. Имеются три системы скелетов в каждой клетке, и они состоят из разных дюлков, имеют немножко разное строение и назначение. Ну вот что это за три системы? Мы по очереди их рассмотрим. Первая система, которая собралась здесь, называется система промежуточных филаментов. Филамент, филамент, это нить, попросту говоря. Нитка. Промежуточные они не потому, что они промежуточные по диаметру между двумя другими системами. Диаметр одного такого филамента, одной такой нити, 10 нанометров. Я напомню вам, что нанометр, это одна миллионная часть миллиметра. Так что каждая такая ниточка очень и очень тоненькая. Вторая система, это система актидовых микрофиламентов, или просто микрофиламентов. Они ещё тоньше, и их толщина недействия 7 нанометров. И они есть во всех, без исключения клеток. А вот здесь вот показывают, как они расположены, в типичной клетке животных. Как видите, наиболее богат актидовыми филаментами. Вот этот вот поверхностный слой. Иногда его называют кортекс, тарактный. И, наконец, третья система цитоскелета, это система микротрубочек. Они состоят из третьего типа белков, тубулина, от слова «туба», «трубка», и имеют чуть больший диаметр, 25 тонн метров. Но всё равно просто так световой микроскоп их не увидишь. Поэтому вообще все эти элементы цитоскелета были открыты только с помощью электронного микроскопа. Ну а сейчас привелись методы, которые позволяют обучать их и в живых клетках. Ну, про промежуточные элементы я немножко рассказывал в прошлый раз, когда говорил про функцию белков. Вспомни, там даже бывают в картинке. Вот эти вот нити, они как раз больше всего похожи на кости. Они довольно постоянные. Раз собравшись, обратно, как правило, не разбираются. По крайней мере, не делают этого постоянно. Состоят из таких прочных, достаточно неотворимых белков. И если клетка погибает, как клетки поверхностного слоя нашей кожи, то тот скелет, скелетик, который от этой клетки остаётся, состоит как раз в основном из промежуточных километров, из кератина. При этом они тянутся от одной клетки к другой. Между клетками в этих местах есть межклеточные контакты. И именно они обеспечивают прочность верхнего слоя нашей кожи. А кроме того, обеспечивают и защитную функцию, как настоящий скелет. Потому что роговые покровы позвоночных животных состоят из вот таких мёртвых, заполненных кератином клеток. В том числе и наружный панцирь черепахи. Внутри у неё есть панцирь ещё и сросшихся костей. Но наружный панцирь у неё роговой. И он тоже состоит из мёртвых клеток, заполненных кератином. А также, например, та шкура, которая сбрасывает с себя змея, когда линяя. Она тоже состоит из мёртвых клеток и тоже состоит из промежуточных километров. Ну, видимо, с ними не всё так просто. Если бы они выполняли только функцию жёсткости и прочности, и защитную функцию, наверное, они были бы одинаковыми во всех клетках. А они почему-то состоят в разных клетках из разных белков. В покровных клетках из кератина, в нервных клетках из другого белка, в мышечных из третьего, в клетках соединительных стадий из четвёртого. Зачем это надо? Почему это так? До сих пор неизвестно. Это тоже одна из загадок в клеточной биологии. Почему промежуточные филаменты, которые вроде бы обеспечивают просто механическую прочность, построены в разных клетках из разных белков. Но поскольку про них почти ничего не известно, рассказывайте о проникдающем видео. Гораздо больше известно про то, как работают микрофиламенты. Напомню, что состоят они из актина, и если промежуточные филаменты состоят из белков, каждая молекула, которых вытянутая, как ниточка, то нити актины состоят из глобулярных, круглых белков, которые похожи на бусинки. Так что одна такая нить диаметром 7 нм похожа на две перекрученные цепочки бусинок. А каждая бусинка – это молекула белка. Ну вот тут они покрашены в разный цвет, но на самом деле они все одинаковы внутри этих ниточек. Ну и что они делают? Они отвечают, например, за ползание амеб и многих других клеток, которые могут двигаться примерно так же, как двигается амеба. Тоже не до конца понятно, как это амеба ползает. Ну, понятно, что сначала вытягивается какой-то вырост в клетке, да, ножноножка. В это время, в этом вырасте, ниточки из актины созираются, вытягиваются, растут, или протолкают передний край клетки вперед. После этого надо, чтобы эта вытянувшаяся лапа к чему-то приклеилась, прикрепилась. А потом клетка должна сократиться и подтянуться так же, как мы подтягиваемся, когда, например, ползем попом. Ну, только мы на руках, а клетка на ножноножке. Не все детали этого способа движения до конца ясны, кроме того, что клетка с помощью лапа еще на ножек двигается, она еще может и захватывать крупные частички пищи, например, амеба ловит и поедает бактерий. Такой способ захвата пищи называется погоцитоз. А вместо того, чтобы рассказывать про детали, я напомню вам, что ползают и многие клетки внутри нашего организма в той или иной степени похожие на амеб. Вот я уже упоминал, что когда растут отростки нервных клеток из мозга мышц, во время развития человеческого организма, то кончики этих клеток выпускают плоские, тонкие ножноножки и ощупывают дорогу, чтобы прорасти именно к нужной мышце. А клетки макрофагия поедают болезнетворных бактерий, попавших в наш организм. И они точно так же, как и они могут ползать с помощью ножноножек, но точно так же могут поедать бактерий путем фигуцитоза, пожирательных. И даже клетки в глубине ножи, клетки фибробласты, тоже ползают, откладывая нити межклеточного вещества, нити коллагена. И эта подвижность их очень важна для нас. Если в коже образуется, например, глубокая рана, которой не удается залечить клеткам эпителия и пубернеса, то фибробласты со всех сторон заползают в эту рану, начинают затыкать ее в волокнах и коллагена, постепенно сближают ее края, позволяют ей закрыться, но правда на этом месте тогда образуется рубец. Возникает шрам. Ну хотя бы так дается заткнуть дырку в организме. Вот сейчас мы посмотрим, как разные клетки ползают. В основном это фибробласты, и некоторые клетки верхнего своей кожи. Можно сделать тихий музык. Идут. Там клетки висковые витамы были. Непонятно. Так. Ползают, приклеиваясь к ноге, которые наползают друг на друга. Столкнулись вместе. Может, вытяните? Похоже на каких-то скатах или на женских. Не засняйтесь, так, конечно, можно не внутри организма, а где-то участок клетки, там, где они культивируются. Все, спасибо. Филаменты участвуют не только в любом движении, но и в других типах движения, в том числе в таком важном движении, как деление клетки пополам. За деление ядра отвечают в основном микротрубочки, про это я еще расскажу, а вот за деление самой клетки отвечают микрофиламенты, которые образуют такое кольцо. Кольцо это постепенно сжимается, и в результате клетка перетягивается пополам. Поэтому без участия актида поделиться клетка бы не смогла. Кроме того, актин часто отвечает за некоторые особенности формы клеток. Например, на некоторых наших клетках образуются такие тоненькие выросты, микроворсинки. Только не путайте их с ресничками. Реснички обычно двигаются, а микроворсинки нет, они практически неподвижны. И вот видите, вот эта вот сеть из актиновых элементов, а внутри микроворсинок тоже есть такая сеть, только очень строго определенной формы. Ну, например, такие микроворсинки покрывают в количестве нескольких тысяч штук каждую клетку в нашем тонком кишечнике. Как вы думаете, зачем? Может кто-нибудь знает? Ну, кто? Да. Ну, чтобы всасывать и передать на вещества. Правильно. А зачем для этого нужны такие тонкие выросты? Чтобы заохранить. Можно больше площади? Конечно, вы совершенно правы. Чтобы увеличить площадь этих клеток. Поэтому это очень важно. Без этого мы бы не могли бы питаться, без этих микроворсинок. Похожие выросты есть в клетках, которые воспринимают звук в нашем внутреннем ухе. И там клетки утепляются вырастить несколько таких вот рядов микроворсинок. Они называются стереоцилии. Причем строго определенные длины. И это, видимо, важно для того, чтобы могли воспринимать звук в разной высоте. Но, конечно, самое главное для нас функция актина. Это то, что он отвечает за сокращение всех наших мышц. Я вам попродробнее расскажу про то, как сокращаются скелетные мышцы. Это все мышцы, которые мы включаем, чтобы двигать нашими руками, ногами, вертеть головой, ну а также вращать глазами и болтать языком. Все это скелетные мышцы делают. Скелетные мышцы состоят из огромных клеток, которые называются мышечные волокна. Каждая такая клетка может достигать длину нескольких сантиметров. И под ее поверхностью расположены несколько сотен ядер. А внутри такой клетки, в ее цитоплазме, расположены несколько десятков миофибрил. Миофибрилы – это такие уже более тонкие, но такие же длинные нити из особых белков. Миофибрилы – это отдельные участки вдоль длины. И каждый такой участок похож на соседей и называется этот участок саркомер. Так вот, саркомеры состоят из двух белков – оптина, который образует тонкие нити или тонкие филаменты, и второго белка, который называется миозин, от слова «мышца», и из которого состоят толстые филаменты – миозин. Если разрезать саркомер вдоль и посмотреть на него под электронным микроскопом, то видны вот такие чередующиеся полосочки. Более бледные – это тонкие филаменты, а более яркие – толстые филаменты. А здесь нарисованы схемы строения саркомеры. А если разрезать его поперёк, тут нет такой картинки, то мы увидим удивительно строго упорядоченную структуру. Вокруг каждого толстого филамента будут располагаться ровно шесть тонких. Вот следующий толстый филамент, и вот шесть тонких. Вот толстый филамент, и вокруг него шесть тонких филаментов. Представить себе, как они расположены в пространстве, да? Сейчас на следующей схеме это будет понятно. Что же происходит, когда сокращаются мышцы? Оказывается, толстые и тонкие филаменты не меняют своей длины, как это неудивительно. Они только скользят друг по другу. Толстый филамент с помощью вот таких вот выростов головок хватает два соседних тонких и тянет их навстречу друг другу. Здесь вот показано, как это происходит. Толстый филамент окружён со всех сторон тонкими, шесть тонких, как я нарисовал, да? И когда мышцы сокращаются, вот этот вот толстый филамент своими головами хватается за все тонкие и тянет их в конце навстречу друг другу. На какой процент длины сократится каждый саркомер, на такой же процент длины сократится и вся мышца, точнее, вся мышечная клетка, скажем так, аккуратно. Ну, происходит это за счёт того, что миозин может использовать энергию и менять свою форму. Такие белки называются двигательные. Вот здесь вот показано, правда, может быть, не так уж красочно, но зато в движении, как сокращается саркомер. Видите? Толстый филамент тянет активно навстречу друг другу. Можно ещё раз сначала? Сейчас мы выйдем. Вот видите, тут концы не активных филаментов далеко, а вот они начинают приближаться, потому что мразиль тянет их. И, наконец, когда они соприкасаются, мышцы полностью сокращаются. Сильнее сократиться оно уже не может. Спасибо. Сейчас мы чуть-чуть поговорим ещё про то, как это происходит и почему. Почему вообще сокращаются наши мышцы? Сокращаются они, конечно, не сами по себе, кроме сердечных, о которых я расскажу ещё потом, потому что получают сигналы от нервных клеток. По нервному блоку в каждой мышечной клетке приходит в электрический сигнал нервный импульс, а потом из окончания нервной клетки, вот сюда, в тоненькую щель, выделяется специальное вещество, нейромедиатор, вещество посреди. Это вещество действует на поверхность мышечной клетки. На мышечной клетке тоже возникает электрический сигнал, который быстро распространяется по её поверхности всей этой клетки. Потом этот сигнал довольно сложным образом передаётся внутрь, и в результате из особого запасающего органоида внутри клетки, из особых мешочков, выделяется ионы кальция в цитоплазме. Эти ионы кальция действуют на белки, расположенные на поверхности тонких нитей. Дело в том, что если бы там не было изоляции между актином и миозином, то мышца сокращалась бы всё время, пока есть источник энергии, пока бы она не использовала всю свою энергию. Естественно, допустить этого нельзя, и поэтому между актином и миозином расположена специальная изоляция, вот эта зелёненькая. Оно не даёт миозину хватать актин и тянуть его. Когда в мышечной клетке приходит нервный импульс, и в цитоплазму выделяются ионы кальция, то изоляция эта сдвигается в бок под действием кальция, и тогда мышца автоматически начинает сокращаться. Причём обратите внимание, что мышцы наши умеют сокращаться, но не умеют растягиваться. Скажите, как же так? А вот так. Если я сокращаю вот эту мышцу, то она остаётся сокращённой, пока я туда посылаю нервные импульсы. Вот сейчас из моего спинного мозга идут нервные импульсы к этой мышце. Ну, наело мне держать руку согнутой, и я перестану сейчас посылать нервные импульсы из головного мозга через спину. Она разогнулась. Естественно, эта мышца растянется, правда же? Почему? Потому что действует сила тяжести, потому что она растягивается пассивно под действием силы тяжести. Теперь я сделаю вот так. Разогну руку, так что сила тяжести в неё больше не действует. И она, естественно, никогда больше не разогнётся. Потому что мышца может только сокращаться и не может растягиваться. Правда, она никогда больше не разогнётся? 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 Да. А как? Нет. Разогнётся. Что надо для этого сделать? Разогнётся. 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 Вот, отлично. Там есть вторая мышца. Для того, чтобы руку разогнуть вот в таком положении, нужно сократить другую мышцу, противоположную мышцу, антагонизм. Вот тогда под действием силы сокращения этой мышцы вот эту мышцу можно растянуть. А сама она действительно растянуться не может. Она действует только в одну сторону. Потому что так устроен и актиномиозин. Потому что миозин может двигаться по актину только в одну сторону, но может тянуть их только навстречу другую группу, а не может расталкивать обратно. Лапки у него такие. Да. А почему надо посылать сигналы? Совершенно верно. Для этого надо перестать посылать сигналы к этой мышце и послать к другой. Вы совершенно правы. Причём обратите внимание, что сделать это надо очень быстро. Чтобы эта мышца уже была расслаблена, чтобы она не сокращалась. Иначе ничего не получится. Поэтому приходится очень быстро возвращать всё в неработающее состояние. Приходится быстро убирать кальций, откачивать его обратно в эти мышцемешочки, чтобы эта изоляция стала на место. Приходится очень быстро убирать этот медиатор, его просто расщепляют, разрезают на части, чтобы он перестал действовать, как только мы перестали посылать сигнал к мышце. Да. А можно было сделать так, чтобы все две мышцы начинались сращаться? Ну, конечно, напрягите руку, у вас будут напряжены обе мышцы. А иногда, вот, например, на человека может подействовать какой-то яд, который не даёт расщепляться нервомедиатору. Вы уже перестали посылать сигналы к мышце, она всё сокращается и сокращается. Называется это судороги. Судороги, симптомы отравления некоторыми ядовительными веществами. Ну вот. Ну вот, вы поняли, что актин есть в ползающих клетках, которые ползают, как амёбы, актин есть в мышечных клетках, но, оказывается, актин есть во всех остальных клетках нашего организма. Он играет довольно важную роль не только в изменении их формы, но и в поддержании её. Про это я тоже рассказывал. А для того, чтобы поддерживать форму клеток, например, чтобы образовать микроворсинки, актин вступает во взаимодействие с другими белками, и они позволяют собирать из него разные хитрые сеточки, пучочки и прочие всякие структуры. Таких духов сейчас открыто довольно много. Некоторые соединяют актин вот так, как показывают здесь, параллельно. Некоторые соединяют его крест-накрест. Некоторые могут разрезать его с конца, а некоторые разрезать на середине. Такие тоже есть. Поэтому эти актиновые волокна быстро перестраиваются. Вот здесь показано воздействие на клетку разных стимулов, и которыми образуется всего лишь один новый белок в каждом случае. И, как видите, актиновый цитоскелет этих клеток, который покрашен здесь светящейся краской, и виден там белые полосочки на тёмном фоне, каждый раз совершенно полностью перестраивается. От этого радикально меняется и вся форма клетки. То она распластывается и становится совсем плоской, то она округляется и становится совсем круглой, то на ней образуются какие-то тонкие выросты шибики. Хотя это и называется цитоскелет, но в этом смысле актиновый скелет совсем не похож на наш. У нас всё-таки каждую минутку меняется форма костей. Скорее уж он похож действительно на наши мышцы, а не на наши кости. Ну, бывают вещества, которые не дают актиновым элементам собираться или разбираться. Вот, например, один из ядов бледной поганки связывается с уже собранными ниточками и не даёт им распадаться. Поэтому с помощью этого яда, прикрепив ему светящуюся краску, как раз и красит обычно актиновый цитоскелет. Другой яд цитохолазин, это яда с плесневых грибов, связывается только с самыми кончиками растущих актиновых фламентов. И, покрасив клетку этим ядом, опять же со светящейся краской, пришитой к нему, можно увидеть, где в данный момент находятся концы каждой такой ниточки. Надо сказать, что вообще-то этот яд – это не главный яд бледной поганки, он довольно плохо всасывается у нас в кишечнике, и, отравившись бледной поганкой, люди умирают не от него, а от совсем другого яда, который не даёт работать нашим рибосомам, из-за которого в наших клиентах прекращается синтез белка. Коварство этого яда заключается в том, раз уж речь зашла про бледную поганку, что действует он только когда не просто всосался в кровь из желудка или кишечника, а когда он уже проник в клеток, когда после отравления бледной поганкой прошло больше, как правило, суток, и когда сделать практически ничего уже нельзя. По таким актиновым нитям внутри клетки могут двигаться пузырьки из мембраны с помощью долгов, похожих на миозин. Но гораздо чаще они двигаются по поверхности микротрубочек, поэтому про это я расскажу, когда сейчас буду рассказывать про микротрубочки. Про третью систему цитоскелета. Мы поговорили совсем немного про промежуточные клетки. Потом актиновые филаменты, а третья система цитоскелета – это микротрубочки. Но это действительно трубочки. Внутри они полые, и там внутри находится вода. Только надо думать, что по ним что-нибудь двигается, как по трубам водопровода. Нет, вода эта прочно связана с каждой молекулой белка, и она никуда не двигается. Так что внутри микротрубочек никакого транспорта нет. Сами они состоят тоже из шариков, как и актиновые нити. И могут из этих шариков быстро собираться и также быстро разбираться. Для разборки они сначала распадаются на отдельные такие ниточки, потом каждой ниточке на отдельные шарики. Шарики эти плавают вокруг, и из них микротрубочка тоже может снова начать разбираться. И в нашей обычной клетке, хотя на это и требуется закратная энергия, каждая микротрубочка в течение нескольких минут то собирается и растет, то разбирается обратно. Подумайте, зачем это будет скоро ясно. Называется это их динамическая нестабильность. Вот посмотрим кино. Значит, и что на этом кино будет видно? Из клетки выделили такую органеллу в центреоле, от которой отходит большинство микротрубочек, и положили ее просто на стекло. А вокруг нее находится много молекул, белка из которых состоят микротрубочки, белка тумулина. И вот мы посмотрим, как эти микротрубочки себя ведут. Вот это центр, от которого они могут начинать расти. Вот видите, каждый из них, кто вытягивается, это, правда, ускоренная съемка немножко. То разбираются почти до основания. И в клетке они ведут себя так же. В клетке она тоже происходит постоянно. Ну да, ну, в общем, все понятно, да? Если они светятся, их можно увидеть в световой микроскопе. Они ведут себя почти по-другому. Да, они светятся. Микротрубочки могут объединяться в парке или тройке, вот так вот, двух обок. И делают это тоже довольно часто. В частности, из таких объединенных парой или тройки микротрубочек состоят жгутики и реснички. Ну, все знают, что жгутики и реснички есть там у инфузорий, всяких эвглентных, ламидомонад, да, проходили в школе про жгутики и реснички. Но удивительно, что точно такие же жгутики и реснички, ничем не отличающиеся по строению, есть и у человека. Вообще практически у всех алтарев. Вот если сделать поперечный разрез одной реснички, то оказывается, что внутри нее есть двадцать микротрубочек. Девять пар расположены вот так вот по периферии и две посерединке. К ним приделаны какие-то ручки из непонятно чего. Они встречаются в довольно многих важных органах человека. Ну, наверное, место, где их больше всего в организме человека, это все воздухоносные пути. Начиная от нособлотки и кончая тонкими разветвлениями бронхов, вся внутренность путей, которые ведут от носа к легким, выстана клетками с многочисленными ресничками. Поверх этих клеток другие железистые клетки выделяют слизь. И когда эти реснички нормально работают, то налипшие на слизь микробы, налипшая на эту слизь пыль, нагоняются из лукопоносных путей и не попадают в легкие. В норме большую часть мы просто не замечая этого проглатываем, а бактерии, которые к ней прилипли, благополучно переваливаются в желудке. Ну, а если этой пыли слишком много, или реснички работают плохо, то тогда человек начинает кашлять, чихать, у него начинает течь из носа. Вот, например, когда мы заболеваем гриппом, то гриппа в первую очередь размножается в этих клетках с ресничками и убивает значительную их часть. И от этого возникают всякие неприятносты. Ну, второе, немаловажное место в тормитах, ведь немаловажные клетки, которые имеют жгутики, это сперматозоиды, без них они не могут плавать. В яйцеводах, по которым двигаются определенные оплодотворенные яйцеклетки человека, тоже есть реснички, они гонят яйцеклетку, а потом зародыш, чтобы он попал в гладку и мог там вырасти. Внутри мозга есть полости, заполненные жидкостью, и эти полости тоже выставлены клетками с ресничками, которые позволяют этой жидкости двигаться, ну и отчасти участвуют в снабжении мозга кислородом и обязательно веществами. Интересно, что почти у каждой клетки зародыша изначально есть одна ресничка, и она довольно важна для развития этих клеток. Причем у большинства таких клеток реснички неподвижны. Ну и еще одно место, где довольно неожиданно увидеть реснички, это органы чувств. Вот в ушах это микроворсинки, а в глазах и в органах обоняния внутри носовой полости это самые настоящие реснички. Только у них нет центральных микротрубочек. У них есть только 18 микротрубочек по бокам, и отсутствуют вот эти две. Из-за этого такие реснички не могут двигаться, они неподвижны. В глазах клетки, которые воспринимают цвет, называются палочки и колбочки. Цвет подойдет вот отсюда, а воспринимается он, как люди видны, самой далекой от него частью, вот этой. А вот эта часть этих клеток, это такая сильно утолщенная, это измененная ресничка, только она не дрыгается. Ну а в органах обоняния внутри носа реснички корчат прямо наружу, тоже в тонкий слой слизи. Они вполне похожи на настоящие реснички, и молекулы запаха, чтобы мы могли почувствовать этот запах, должны прилипнуть к поверхности. Тогда в этих клетках возникает сигнал, который передается в мозг. Вот тут видно, как ресничка устроена в объеме. Обратите внимание на вот эти вот ручки, которые соединяют соседние пары микротробычек. Оказывается, эти ручки тоже могут двигаться, используя энергию, как молекулы миозина в мышцах. Тогда ресничка начинает изгибаться. Показать это, к сожалению, в кино не удается, но вот представьте себе, что здесь стоял бы гибкий шест вроде удочки, да? Это была бы одна пара ресничек. А я попробую изобразить вторую. Вот я держусь ручками за этот шест и начинаю по нему перебирать. А он приделан в полу. И я тоже стою в полу. И он пойдет попробовать. Что произойдет? Чтобы перебирать все дальше и дальше, мне придется его изогнуть и самому изогнуться. Вот, да, или вперед. Вот это и происходит при движении глютиков и ресничек. Так показывано вот на одной из этих вот картинок. Я пропущу концентревой. Как я уже говорил, по поверхности микротробычек могут двигаться пузырьки из мембраны. И таким образом грузы из одной части клетки доставляются в другую часть, как по рельсам. Делают это специальные белки. Причем одни белки двигают грузы от центра клетки к периферии, а другие белки в противоположном направлении. Насколько это важно, показывает вот какой пример. Вот я рассказывал вам, как действует нервная клетка на мышечную, да? Вищество на реабидеатор образуется в теле нервной клетки, а выделяться должно в нервном окончании. Тело нервной клетки находится, например, в спинном мозге, а нервное окончание, например, в большом пальце ноги. Расстояние между телом клетки и окончанием его отростка может достигать метра. И пузырек с нервным медиатором должен дойти от тела до нервного окончания, чтобы там потом в нужный момент выделиться. Так вот, расчеты показывают, что если бы этот пузырек двигался просто так же, как частица при дровностном движении, случайно, за счет диффузии внутри этой клетки, то время транспорта его до нервного окончания составило примерно год. А на самом деле время этого транспорта составляет примерно сутки. Тоже не так мало, да? Но все-таки, конечно, время несравнимое. За счет чего? За счет того, что пузырек этот двигается вовсе не случайно и хаотически, а едет вдоль микротрубочки. Его везет на себе специальный белок, который по этой микротрубочке перешагивает. Это было видно на одном из видеофрагментов, которые мы показывали раньше, но там был мультфильм, а вот сейчас будет настоящая съемка. Кротрубочки выделены из клетки, тоже помещены в раствор под специальный микроскоп. Очень чувствительный. А вокруг плавают пузырьки, органеллы. Ну и вот некоторые из них плавают хаотически, двигаются вновь вперед. Но в какие-то моменты, видите, пузырек садится на микротрубочку, и тогда он начинает двигаться направленно. От чего зависит это направление? От того, какой белок присоединился к нему. Один белок, кинезин, двигает его в одну сторону, а другой, динеин, в другую. Причем пузырек в какой-то момент может передумать, открепиться от одного белка, прикрепиться к другому, и тогда направление его движения измерится на противоположную. Вот, смотрите, какой большой пузырек двигается прямо по поверхности микротрубочки. Зачем, а почему? Зачем, а почему? Это зависит от того, какие белки находятся на его поверхности, и к каким белкам, динеином и кинезином, они крепятся. А это зависит, в свою очередь, от того, куда этот груз надо доставить. А это не всегда понятно, хотя обычно понятно. Вот так транспортные белки шагают по поверхности микротрубочек, вот так, как показано здесь. При этом они используют специальное вещество АТФ как источник энергии, и прикрепленный кинезин пузырек двигается в нужном направлении. Эти микротрубочки служат основными рельсами в плетке. АТФ – это особое вещество, которое можно использовать как источник энергии. В плетке пузырьки, ну как же, я же рассказывал вам, чтобы выделить вещество какое-то наружу. Пузырек сливается с наружной мембраной, вещество влияет на внешнюю среду. Это может быть терринедиатор или какой-нибудь фермент, который переваривает пищу в нашем желудке. Еще одна очень важная роль микротрубочек заключается в том, что без них клетка тоже не могла бы поделиться. Они во время деления клетки растаскивают к ее полюсам удвоившиеся кровосомы. Причем расходятся кровосомы с помощью двух механизмов. Одни микротрубочки, которые отходят от двух колесов веретено-деления, вот эта вот система называется веретено-деление клетки. Она состоит из микротрубочек. Одни микротрубочки кончаются свободно с этаплазмом. И между ними находятся белки, похожие на миозиновый кинезин, которые могут двигать их друг по другу. Эти микротрубочки в какой-то момент начинают скользить друг по другу, и полюса веретена друг от друга удаляются. Но это может быть не так удивительно. А вот другие микротрубочки присоединяются к двух половинкам кровосомы. А две эти половинки должны попасть в две ночевные клетки, разойтись к противоположным полюсам клетки. Как же эти микротрубочки функционируют? Совершенно удивительным образом. Оказывается, что эти микротрубочки разбираются с того конца, за которым они прикреплены к хромосоме. Укорачиваются и при этом ухитряются тянуть хромосому за собой. На первый взгляд кажется, что это как-то очень странно, неправдоподобно. Микротрубочка распадается с этого конца, и в то же самое время тянет хромосому за собой. Я сейчас нарисую стриму, и вы поймете, что это вполне правоподобно, и представить себе это легко. Представить себе это можно вот как. Смотрите. Если представить себе, что какой-то человек лезет по канату из культурного зала, вот этот канат, он хочет добраться до потолка, а обратно ему не надо возвращаться. Он там как и останется. Это хромосома так себя ведет, да? Значит, что он делает? Человек. Руками он держится вот здесь за канат, а здесь у него лава, а здесь у него ноги, зубы. Только вы думаете, что он съедает это канат и прокладывает его? Нет, он откусывает на него кусочки и его слегкает. А вы стираете? Можно затклиться по канату, разбирая его с того конца, за который вы держитесь. Да, конечно, можно, только руки должны быть выше, чем зубы. Вот примерно это происходит при расхождении хромосомы в клетке. Вот здесь, ага. Вот здесь вот видно этого хромосомы, да? Она держится за микротрубочкой лучками вот здесь, а разбирает ее вот здесь, зубами вот здесь. Это место на хромосоме кинетохор состоит на самом деле из множества разнообразных белков. Вот здесь показано то, как более-менее эта структура выглядит, а вот здесь показано, сколько разнообразных белков принимает участие в ее построении. Как видите, сейчас ее устройство довольно хорошо известно. Хотя еще несколько лет назад известно было не так хорошо. Давайте суммируем, какие же функции выполняют микротрубочки. Ну, во-первых, они отвечают за поддержание формы клетки и образование всяких выростов на ней, вроде жгутиков или лесничек. Во-вторых, про это я не рассказывал, но это так. Они во многом отвечают за то, где какие органоиды будут находиться внутри клетки. Потому что они тоже присоединяются к микротрубочкам и удерживаются на них, как на такой опорной сетке. В-третьих, микротрубочки обеспечивают движение жгутиков и ресничек и все те функции, которые связаны с этим движением. Например, очистку легких от пыли и бактерий или плавание скроматозоидов у человека. Микротрубочки отвечают на расхождение хромосом при делении клетки. Так что понятно, что из них клетка, как и без активного книги, не смогла бы поделиться. И, наконец, по поверхности микротрубочек, как по рельсам, на большие расстояния, да, вот именно вот так, с помощью шагающего такого белка, могут двигаться разнообразные грузы. В основном это пузырьки, внутри которых находятся какие-то вещества. А из чего состоит стенка этих пузырьков? Из мембраны. Это мембранные пузырьки. Ну и в заключение я хочу сказать про то, что раз это такие важные для клетки органоиды, а микротрубочки, в общем, тоже можно считать органоидами, то скелет вполне подходит под определение органоидов. Но, конечно, возникает вопрос, как можно повлиять на их работу. Ну, как всегда, выясняется, что можно подобрать такие вещества, которые с ними что-нибудь делают. И эти вещества, некоторые из них удается использовать как лекарства, хотя они же являются и довольно сильными ядами. Значит, два таких вещества обладают вроде бы противоположным механизмом действия. Один из них – калхицин. Получается из вот такого красивого цветка безвременника осеннего. Он в Крыму где-нибудь цветет действительно осенью, хотя похож на весенние цветы, крокусы, но цветет он не весной, а осенью. Надо сказать, что все части этого растения, особенно подземные части луковицы, сильно немалиты. И к этому яду чувствительны все млекопитающие, кроме только почему-то золотистых хомячков. О том, он почти что не действует. Видимо, эти золотистые хомячки жили в таких условиях, они жили в пустынях. На Ближнем Востоке, сейчас в природе их клет, видимо, этот вид выдох, он остался только в домашнем состоянии, где, кроме безвременника, питаться было нечем, им пришлось при совособности, как-то предполагают. Почему он действует на все клетки млекопитающих? Потому что он не дает микротрубочкам собираться. Он связывается с отдельной молекулами табулина, и из них клетка не может построить микротрубочки. Но этот яд давно и хорошо известен, и давно используется учеными в разных целях. Другое вещество было получено сравнительно недавно. Называется оно таксол, и выделено оно было из коры дерева таксус баката птицы ягодного. И оно связывается с готовыми микротрубочками, и наоборот, не дает им разбираться. Однако оба они, как я уже сказал, сильно ядовиты. И оба они в некоторых случаях, тем не менее, используются как лекарство при лечении некоторых форм рака. А вот теперь попробуйте сообразить, почему и то, и другое вещество может использоваться как противораковое лекарство. Нет, оно не убивает раковые клетки. К сожалению, оно довольно ядовитое для обычных клеток. И все-таки его приходится использовать иногда как лекарство от рака, да? Не дает распространяться раковому клетку. Оно не дает распространяться раковому клетку, это верно, а почему, да? А вы спросите, что собрали все здоровые клетки, а они не остались? Нет, неверно, да. Так что дает распираться и распираться? Кому? Ну, клеткам раковому клетку. Клетки не могут распираться и собираться. Так. У раковых клеток, как правило, нет жгутиков. Они теряют признаки обычных клеток калий, и даже если раковые клетки где-нибудь в траке, как правило, нет жгутиков, да? Правильно. Значит, что они не дают клетку делать? Наконец-то. Поскольку у раковых клеток не будет возможности делиться при действии этих веществ, если микротрубочки не могут собраться, то этих клеток не сможет образоваться медицинное деление, и они не смогут разделить свои хромосомы. А если они не дают микротрубочкам разобраться, то, как мы уже тоже обсуждали, хромосомы не смогут расходиться по лесам клетки, потому что для этого микротрубочки должны разбираться с плюс конца. Как видите, воздействие на микротрубочки тоже удается использовать в целях медицины. Ну, проблема с таксолом, который менее ядовит, чем калфицин, правда, заключается в том, что для того, чтобы выделить это лекарство для лечения одного больного, надо переработать чуть ли не полтонной коры этого тиса. А тиса – это довольно редкое вымирающее растение. Поэтому сейчас очередная задача – научиться культивировать клетки этого дерева в культуре ткани, в биореакторе, и заставить их нарабатывать эти вот полезные вещества. Продолжение следует...